Незаконная горная деятельность стала темой брифинга сотрудников полиции и прокуратуры. За этот год возбуждено 4 уголовных дела по факту организации игровых залов и установки автоматов в общественных местах. Так называемые столбики с онлайн-играми можно было встретить чуть ли не в каждом магазине. Однако не всегда робот играл честно. Были случаи, когда он фактически обворовывал своего соперника. Селик-гейм. Как снимать? Вот, забрай. Прикинь, чувак засунул денег, а он ему не отдал. И у такого автомата денег обратно не допросишься. Так и произошло жителям Орехова-Зуева. Всунув в купюру приемник 5000 рублей и немного поиграв, хотел забрать оставшиеся деньги. Но автомат решил ему их не отдавать. Так называемые столбики раньше стояли чуть ли не в каждом магазине. Теперь они остались только в укромных уголках небольших супермаркетов. По крайней мере в настоящий момент жители города и района, я думаю, видят нашу работу, что их значительно стало меньше. Либо они выключены, либо находятся где-то в подсобных помещениях. Практически еженедельно мы осуществляем рейды. И если даже не получается у нас в конечном итоге возбуждать уголовные дела, по крайней мере мы их изымаем из оборота, и они здесь не находятся на виду. В этом году полицейскими было изъято 224 подобных автомата. Все оборудование должно пройти проверку, после которой будет установлено, является ли оно игорным или нет. После чего суд должен решить его дальнейшую судьбу. Так, в 2015 году прокурорам в суд направлено три исковых заявления в отношении 10 единиц оборудования, признание его бесхозяйным и обращение в собственность государства. Иски прокурора судом удовлетворены. Дело в том, что изымаемое оборудование у нас остается невостребованным. Мы не можем его просто так уничтожить или что-то с ним сделать, выбросить, отдать. Мы должны поступить в соответствии с законодательством с ним. Если хозяин оборудования не находится, мы выходим в суд с иском прокуратуры, признание его бесхозяйным и, соответственно, обращение в доход государства. Только в этом случае мы сможем на основании закона как-то им распорядиться, уничтожить и так далее. Но настоящие игроманы предпочитают мериться силами с так называемыми однорукими бандитами. В общественных местах игровые залы организовывать нельзя, поэтому все уходит в подполье. Только для своих. Оборудовать игорный клуб могут прямо в квартире в обычной многоэтажке. В основном играют лица одни и те же. И у лиц, которые осуществляют незаконную игорную деятельность, существуют системы паролей, конспираций и так далее. СМС-оповещения. Поэтому помещение может быть использовано любое. И в принципе технически оборудовать игровой зал не так сложно. Санкции по статье организации незаконной игровой деятельности небольшие. До двух лет, если доходы клуба не в особо крупных размерах и организатор один. И до шести лет, если к открытию клуба причастна группа. Если же у вас есть информация о подпольных игровых залах, то о нарушениях можно сообщить в полицию в дежурную часть. Продолжение следует.